Всем привет! Давайте разберем, как считать проценты в Excel. Microsoft Excel. То есть разберем несколько видов, как считать процент от двух чисел, от одного числа и в разных ситуациях. Значит, разберем банальный момент, когда нужно посчитать, вычесть процент от числа. То есть пришел какой-либо доход и нужно, к примеру, заплатить 10% налога. К примеру, пришло 1000 долларов, нужно заплатить 10%. Пишу 10, таблица может быть разная, учтите, там декабрь, январь, у кого как. Дело не в этом, дело в формуле. Значит, мы что делаем? Мы, значит, умножаем, а 2 умножим на 10%. Получается 100. Он автоматом уже понимает, что это процент и понимает, что... Ну, давайте цену поставим, чтобы не путались. И он понимает, что это уже вот 100 долларов нужно выкинуть эждивенцем в виде налоговой. Значит, тянем вниз, и он автоматом подсчитает другие суммы. Только здесь нужно тоже 10% тоже вниз тянем. И он автоматом подсчитает, сколько нужно заплатить. Здесь также может быть 20%, к примеру, если у вас массив данных большой и разный. Например, это может быть не только налоговая, это может быть траты, например, на зарплату по отделам всякого отдела маркетинга, отдела офисных планктонов и всего остального. Значит, таким вот образом посчитали процент от числа. Значит, следующий момент. Это давайте разберем, как рассчитать заранее выгоду по вкладам. То есть, вы инвестируете сумму 500 рублей, у вас есть свободная. Далее, вам банк предлагает 10% ставку годовых и на 3 года. Или вы сами рассчитываете, насколько если это банки позволяют. Естественно, они не позволяют. Естественно, там 3. Возьмем, например, 3 года. Значит, формула будет следующая. Умножаем все вот эти 3. То есть, ставим сюда, пишем равно умножить 500, умножить A2 на B2 умножить на C2. Получается, профит 150 рублей за 3 года. Чтобы не мучиться, тянем вниз. Если это несколько банков, вы решили скинуть там, например, 500 рублей. Разные суммы по разным банкам с разными процентами. Для удобства финансовый формат. Здесь и там. И вы будете уже оценивать свою выгоду. Примерно оценить. Ну, естественно, если это будет в каких-либо рублях. Инфляция туда-сюда. Нет смысла. Значит, следующий момент. Давайте узнаем, сколько нужно потратить, к примеру, на еду. Сколько можно сэкономить на еде, если уменьшится расход на какое-то количество процентов. К примеру, если у вас в месяц вы тратите, например, ну вот давайте возьмем 1000 баксов. И вы хотите уменьшить это на 20 процентов. То есть, какая сумма будет. То есть, получаем формулу. Смотрите. Значит, B2 умножаем на в скобочках 100 процентов и минус C2. То есть, разобрались. Почему в скобочках? Здесь можно написать 1. Он понимает, что будет это 1 как 100 процентов. То есть, разницы нет. Но для удобства, чтобы не путаться, а то многие могут спрашивать, придут новенькие на работу, что такое, почему 1. Пишите 100. Значит, таким образом, вам надо тратить месяц 800 баксов, если вы уменьшите. Если вы хотите увеличить, то, естественно, нужно на 20 процентов так. Естественно, нужно не отнять, а сложить. То есть, получается 1200 баксов. То есть, если вы хотите увеличить на 20 процентов траты на еду, плюсуем. Если хотите уменьшить, отнимаем. Все просто. Далее, чтобы рассчитать, давайте везде 20, чтобы автоматом рассчитать разные суммы, так как доход у вас каждый месяц разный, и автоматом все посчитается. Значит, следующая ситуация. Значит, это когда нужно вычесть процент на основе двух чисел, значений. Значит, смотрите, к примеру, есть экзамены и есть сдача экзаменов по тестам. Максимум баллов 50. Один студент набрал 25 правильных ответов. То есть, какой процент правильных ответов. Значит, здесь мы пойдем немножко иначе. Значит, делим А2 на Б2, то есть, делим 25 на 50, получаем 0,5. Учесть, что 0,5 это 1,2, то есть, половина, то ее нужно умножить на 100. Но в Excel есть функция, скорее всего, если вы пользуетесь онлайн Excel, у вас будет вот такой вид. Нажимаете стрелочку сюда, делаете классическая лента, далее у вас будет процент. Значит, просто нажимаете процент, он автоматом переведет, что это 50%. Далее вы всех учеников перетягиваете и автоматом будет правильных ответов показывать результат. Значит, что касается того же самое, но чуть-чуть по-другому. К примеру, есть выручка в ноябре, есть выручка в декабре. Есть всякие отделы, которые делают эти данные выручки. И нужно вычесть, какая разница между, к примеру, ноябрем и декабрем. Значит, следующая формула. Значит, пишем в скобочках C2-B2, то есть, 2500 отнимаем 300 в скобочках и делим это все на последний декабрь. То есть, формула, вот она, банальная формула. Нажимаем Enter, получаем, что минус 20%. Растягиваем вниз и он автоматом все подсчитает. Также хочу отметить, что, ну, естественно, это только маленькая часть, как считать. Это может быть ноябрь, декабрь, это может быть квартал 3 месяца. То есть, вам нужно за 3 месяца, если вы хотите сравнивать с кварталом, за 3 месяца сначала посчитать общую, а потом сравнить с общей уже со следующим кварталом. Это касается и годовых. То есть, 12 месяцев делаем среднее за 2 года. То есть, за 1 год среднее дело, мы за 2 год среднее дело. Потом точно так же сравниваем разницу 2 года, какой процент просел за год, ну, или за квартал. Значит, что касается еще одной ситуации, к примеру, продаж. То есть, найти исходную цену продажи компьютера, если она на 25%, к примеру, ниже исходной. То есть, мы понимаем, что 25% от 100% это 75%. Значит, пишем 75%. То есть, нам нужно, еще раз повторюсь, узнать продажу ПК, если она на 25% меньше исходной. То есть, цена продажи 1000, пишем 75%. Здесь пишем формулу. Б2 разделить на С2. То есть, делим 1000, делим на 75%. Узнаем исходную цену продажи. Значит, давайте везде посчитаем. То есть, исходная цена продажи. Также вы можете сделать среднее число и посчитать таким исходную цену. Значит, вот такими вот методами можно было посчитать разные виды процентов в разных сценариях. Всем пока! Продолжение следует...